добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet tpk 2008 года выпуска на автомате два с половиной литра объем двигателя на этом автомобиле мы заменим рулевую рейку с правой стороны она стала подтекать и стала немножко простукивать также хозяин решил уже не экспериментировать с ремонтами совсем говорит заказывай оригинальную рейку и будем ее менять рейка у нас пришла сейчас мы поднимаем автомобиль снимаем защиту снимаем колеса откручиваем и смотрим как нам удобнее и куда вытащить что нужно для этого снимать нужно ли снимать подрамник приступаем снял металлическую защиту теперь мы снимаем пластиковую защиту снимем и одну и вторую снимем для этого мы откручиваем болты на м6 и снимаем их снять лыжу чтобы снять подушку надо снять лыжу открутить здесь два болта и открутить вот спереди тоже два болта и открутить подушку но спереди у нас подушку удобно открутить вот он болт он выходит а вот здесь вот подушка видите болт упирается в штаны и вытащить мы его не вытащим вот он болт вот штаны для этого сейчас откручиваем сами штаны резьбу я почистил немножко забрызгал в дешкой и начал откручивать чтоб не посрывать резьбы будем откручивать туда-сюда вот таким образом все это у нас пошла да это пошла головка здесь на 14 торопиться не надо тогда у нас шпильки и гайки останутся целые немножко откручиваем брызгаем закручиваем вот как видно это тоже пошла у нас таким образом откручиваем все которые трудно крутится все сняли мы наши штаны и вот видно что теперь мы до этого болта можем легко подобраться сейчас мы откручиваем оба болта на подушках передней и задней головка там на 17 потом откручиваем лыжу также два болта сзади вот этих больших и два болта спереди тоже на 17 и тогда мы уже сможем лыжу снять вместе с подушками так все болты и и открутил отпускаем наш и снимаем лыжи рейку рулевую меняем здесь попутно меняем и подушку заодно воспользуюсь что это гораздо удобней снимайте также лыжу чтобы поменять рулевую рейку во первых и болты будет открутить проще подрамник вот эту заднюю часть все равно придется при опускать двигатель у нас сейчас висит на двух подушках на коробке и на грэме со стороны грэма лыжа с двумя подушками снята открутим подрамник при опустим его у нас получится увеличенный зазор за счет этого рулевая рулевой вал с рейки у нас сойдет мы вот крутим и сможем уже в ту сторону в левую вытащить рейку целиком а здесь нам удобно откручивать и кронштейн и экран и снять вот эту трубку сейчас снимем сольем масло все с этой стороны удобно делать откручиваем ну вот разъединил шланг стекает масло с рейки открутил оба наконечника и левый и правый снял их также открутил вот здесь болт на подрамнике и ослабил вот эту гайку вот эту 2 гаечку которая тоже нас держит подрамник вот это гайка и он так то есть вот этот болт это гайка они на 22 вот эти задние болты которые держат у нас вот эти планки они на 18 и также с другой стороны тоже здесь только три болта треугольная она тоже на 18 тоже и снимаем открутил на рулевой рейке болт который держит у нас вал к рулевой рейке там головка на 10 болтик его снимаем вот он был такой и уже сейчас сможем опуская подрамник снять рулевой вал откручиваем вот эту гайку по подрамник сейчас поставим упор чтобы он у нас не упал а мы его ослабим вот эти вот болты на торсионы которые просто открутил болты и опускаем подрамник еще не показал там спереди я их ослабил но еще не открутил вот эти вот болты на торсионы которые идут с одной и с другой стороны головки здесь на 17 их тоже снимаем спереди болты открутил пробуем она у нас ослабла но она нас сейчас висит на валу рулевом надо его снимать так снял рулевой вал снялся он легко монтажечкой поддел и все и он сошел здесь мы смотрим сейчас шланг у нас уже дальше не будем опускать здесь вот еще втулки есть какие-то такие просто они ни к чему не закреплены но они одеты на стабилизатор чтобы стабилизатор не задевал не до кузова не до балки я их не видел даже нормальный увидел порванный соленблок задний соленблок вот она трещина разорвана снял датчик рейка рулевая с датчиком вот вал рулевой снял сейчас мы откручиваем шланги трубки и откручиваем кронштейны которые у нас держат рейку рулевую со снятой балкой это делать очень удобно вплоть до того что если открутить шаровые опоры можно балку целиком снять и опустить вместе с подрамником в смысле с рейкой рулевой и уже на месте это все перекрутить я наверно так и сделаю да так я сделаю не буду мучиться я сниму все целиком откручиваю шаровые опоры открутил я шланг вот у нас скоба которая его держит вот к этому кронштейну если видно головочка на 10 это гаечка м6 открутил и смог ниже опустить подрамник вместе с рейкой также ослабил эту штуцер здесь болт на этом шланге но не болта штуцер на 18 ключик широкий ключик рожковый на 18 отдел и ослабил ее сейчас я ее откручиваю приопускаю еще избиваю шаровые и все я смогу уже целиком подрамнику убрать он у нас уже ничем не держится в данный момент он висит только на шланге на шланге он не висит шланг свободно положение на шаровых опорах на левой и на правой болты я открутил но шару я еще не выбивал откручиваю шланг и действуем дальше снял я обе шаровых опоры открутил шланг вот сейчас держу просто за одну травинцу и опускаю всю целиком у нас все вот так вот она у нас выглядит все в сборе дело в том что новая рейка у нас без датчика здесь рейка с датчиком наверное верхнюю часть сейчас переставлю потому что вот это с датчиком рейка стоит 45 тысяч без датчика нам обошлась 25 тысяч оригинальная такая вот номер ее 969 87 857 это вот без датчика сейчас возьмем примерим кто как она у нас будет выглядеть внешне такая же по креплению такая же вот эта верхняя часть другая вот сейчас вот эту верхнюю часть она и не бежала у нас мы ее переставим сюда два болта открутим и аккуратненько перекрутим если все пойдет будет повод кому надо при необходимости экономить 20 тысяч продолжаем открутил трубки здесь и здесь приподнял вытащил сторону отвел подвязал здесь на 12 гаечки болтики два штуки с двух сторон открутил тоже на 12 попробовал снять не снимается также шестигранником открутил с датчика сейчас четыре болта шестигранник здесь м5 теперь пробуем снимаем датчик 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 здесь просто на резинках его можно было не снимать поэтому все равно буду мыть аккуратненько снимая что у нас тут держит непонятно принципе держать ничего не должно что-то что-то нас держит так как нам этот датчик не нужен чтобы был снятый резинки пока у нас не упали ставим обратно а потом я его разберу и помою перед тем как ставить сейчас чтоб на месте стоял его можно не снимать быстрее всего снизу вал держится сейчас разберем посмотрим что тут гадать пока не затягиваю просто наживляю так но раз у нас верхняя крышка не снимается отдельно там быстрее всего внутри стопор дергать бить не будем снимем крышку с валом для этого сейчас открутим снизу заглушку головка здесь на 24 вот такая заглушка сидит на герметике и откручиваем снизу гайку головка на 17 х�ба головка на 17 1 1 1 2 2 2 2 Сейчас у нас рейка повернется до упора. Снизу еще стоит подшипник, бью по гайке. Вот она гайка и снимаем вал. Вот такой вал. Здесь сальник и получается, здесь у нас же стопор. Тогда мы разбирать не будем, этот узел у нас не бежал. Сейчас считаем количество зубов, разбираем новый. Также снимаем крышку, считаем количество зубов, смотрим по выработке, как здесь есть, нету. И переставляем на новую рейку вот эту моем. Да, шлицевая все точно такая же. Зуб, шаг тот же. Износа на ней не было. И поэтому с новой рейки я снял вал. Ставлю его на старую обратно. А на новую уже поставил и закрутил. Сейчас старую рейку снимем, поставлю новую и покажу. Здесь снизу подшипник. Вот он. Наживляем на место гайку. И закручиваем ее. Ну что, прикрутил, прикрутил сверху, снизу старую собрал. Откручиваем саму рейку. Рейка на четырех точках крепится. Два болта и два болта на скобе. Два болта. Мыть балку я не буду. Условия у меня не позволяют это сделать. Три, какого доцом, стыг. Ты. Три, какого доцом! София. Я готова. Условия. Два болта. Три гайку. Может, все будет. Он упал. так что все рейку мы закрепили на подрамнике теперь моем вот эту трубочку и устанавливаем трубку помыл наживляем ее как я и говорил здесь штуцер на 18 а болтик на м6 ловко на 10 все закрепили теперь мы берем подрамник и устанавливаем его на автомобиль так ну вот я приподнял подрамник сейчас я его как-то привяжу пока еще не знаю как одному тяжковато сейчас выровняю наверное и шаровую опору буду цеплять сначала одну потом вторую все таких как снимал последний шаровый так и одену первой шаровой продолжаем ну как и говорил я подвязал обратно шаровые обе левую и правую теперь припустил обратно балку и нам уже удобно закрепить вот этот шланг перекручиваем его по трубок то есть упирается надо снимать треша долго это и ну что попадаем рулевой вал снимать не буду потому что там камера и руки не залезут вот до рулевого вала сантиметр остался сейчас поднимая и одеваю его с двух сторон там пропилы промахнуться по пропилам тяжко но развал в любом случае поедут делать руль уже поставят ровно все вал оделся легко поджал еще ничего не наживил пока только вал поставил берем болт и наживляем его все затягиваем головка на 10 все я все крепления подрамника затянул здесь здесь вот это все затянул теперь мы на место ставим лыжу и потом уже мы поставим наши штаны приемную трубу все резьбы я промазал на болтах сейчас я все мажу графитной смазкой также вот эти шпильки на приемной трубе на выхлопных коллекторах я тоже почищу их щеткой по металлу и графитной смазкой смажу продолжаем еще хотел внимание обратить сейчас посчитаю по виткам на развал то в любом случае поедем посчитаю по виткам сколько у нас витков на старых тягах рулевых и на этих тягах чтобы хотя бы примерно колеса у нас стояли одинаково крепим рулевые тяги вот видно на тяге на старой рейке с одной стороны было 14 витков и с другой стороны было 14 витков одинаково сделал и за контрагайл сейчас мы берем ставим лыжу для этого мы ее подожмем нашим упором который в данный момент у нас держит балку балка уже нас прикручена под рамник и заводим ее на подушке так ну что все мы наживили теперь мы их протягиваем все болты протянул подушки протянул также не забываем закрепить трубку на гидроусилитель который у нас идет здесь по балке 2 болтика м6 их затягиваем так ну что почистил маленько шпильки и теперь одеваем штаны вот мы все наживили берем протягиваем все штаны я протянул полностью и сзади и спереди подушку одел ставим пластиковую защиту с одной стороны и с другой ставим металлическую защиту нашу и на этом все замену рулевой рейке мы снизу сделали опустим автомобиль зальем масло заведем и посмотрим как она у нас работает все автомобиль я залил масло масло декстрон 6 ушел практически литр здесь канистре осталось на донышке немножко номер масла здесь получается 93 16 54 14 а нет это не тот номер номер 194 0184 оригинальное женовское масло декстрон 6 все на этом замену рулевой рейки мы закончили всего вам доброго